Наталья Козловская Было с таким достаточно провокционным названием Art, Shop, Eat Дословно с английского Искусство Шоппинг, магазины, покупки и еда Казалось бы Очень странная такая фраза И многие деятели культуры Ее бы может быть даже осудили Но на самом деле такой огромный баннер Мы с вами увидим в Лондоне При входе в галерею Тейт Модерн Одного из самых ведущих посещаемых музеев мира И это такой своего рода баннер Который нас с вами привлекает Тем, чтобы подумать А что я там буду делать И то напутствие Которое вам изначально музей задает Он искусству То бишь слову Art Уделяет всего лишь одну треть И казалось бы, почему так? Ну как музей может быть Задает такой вопрос И задает такое движение в начале На самом деле это не только Руководство к действию Но скорее всего это такая Классическая бизнес-модель Потому что сегодня Все государственные музеи Англии Они бесплатны Вход на них бесплатен И они действительно показывают Очень высокую посещаемость Многие миллионы людей Ежегодно посещают Ведущие музеи в Лондоне И как так получается? Музею же нужно зарабатывать деньги Если все бесплатно Государство датирует Какие-то базовые потребности А на развитие нужны Достаточно большие средства И кстати Те деньги, которые датирует Государство английским музеем Приходят из национальной лотереи Люди очень активно покупают Лотерейные билетики И эти деньги Затем инвестируются В музейную отрасль Так вот Мы с вами при входе В любой английский музей Увидим вот такие вот боксы Совершенно креативные Творческие Которые буквально на каждом шагу Через каждые 10-15 метров Вам будут говорить Ну давай, чувак Донейшн И мне нравится это английское слово Потому что Это не благотворительность И это не пожертвование Это такой добровольный взнос Вот как вот здесь У товарища Белкина На открыточке То есть музей предлагает Пожертвовать Внести взнос На свою деятельность На свое развитие И тут же указывает Примерную цену Которую ты должен заплатить От 5 до 15 фунтов То есть как бы Нельзя спускаться ниже Ты должен соответствовать Определенному уровню Вот И при этом Следуя по экспозиции Ты действительно встречаешь Эти боксы так часто Что в последний момент Ты все равно как бы Ну эту провокацию принимаешь И платишь И если даже ты пришел На какую-нибудь Очень крутую платную выставку То есть обычно Временные выставки Это платные мероприятия То прямо на кассе Даже платя 15 фунтов Тебе кассир вежливо говорит Добавим 1 фунт На пожертвование И ты такой Ну да, давайте Мне же стыдно Тут еще другие слушают Вот И тем самым Они еще добавляют Свой котел И как бы Собирают вот этот Донейшн Чтобы дальше развиваться Ну если мы говорим Об этой модели Арт-шоп-ит То давайте поговорим О том, что Зарабатывать можно Не только на донейшн Но можно еще Зарабатывать на шоппинге И на итинге И если начать Говорить про итинг То вот такая чашка кофе На верхнем этаже Той же Тейт Модерн С видом на собор Святого Павла На Тензу На прекрасный Подвесной мост Она будет стоить Гораздо дороже Чем Та же чашка кофе Внизу в любой кафешке И вы все равно Идете туда Стоите в очередь Ищите себе столик Или вообще Вам не дадут Этого столика Но ради этой чашки Которая будет стоить 7-8 фунтов Вы готовы Будете потратить Свое время и деньги Потому что Это классно Попить кофе С видом И соответственно Музей опять Получит какие-то Определенные денежки В свою копилку На развитие Что мы видим дальше Национальный музей Китая Один из ведущих музеев Идет намного дальше Он идет в масс-маркет И коллаборируется С KFC Они брендируют Ведерко для Курочки жареной И продают Практически на весь Китай Мы помним Сколько там Товарищей проживает И сколько кушает Каждый день Эту курочку И совершенно Незазорно Считается Разместить Произведение Искусства Вот на такой Вот коробочке Потому что Во-первых Ты получишь За это Классные денежки А во-вторых Ты расскажешь Всему миру О своей культуре О своем Народе О своих традициях И таким образом Такая коллаборация Случается Буквально Две недели назад Прихожу В Санкт-Петербурге В потрясающем Музее хлеба Реально потрясающе Классное место Рассказывают Очень большую историю Вообще Про весь путь Хлеба В России Интерактива много Детям весело Интересно Ну народ же хочет Хлеба и зрелищ И этого хлеба Ну в виде муляжей Там очень-очень много И пока ты ходишь У тебя уже Вот как бы Слюни начинают течь Ты такой Ну где же кафе Я сейчас сяду И наконец-то Эту булку куплю А кафе нет И ты уходишь И заворачиваешь За угол Садишься в шоколадницу По пути твоего По экспозиции На сайте Они все время говорят Ну наши фирменные эклеры Ты должен попробовать И ты такой Ну что эклеров Я что ли не ел Ну не ел Но тем не менее Ты идешь в это кафе А цена этого эклера Одна четвертая Годового билета В Эрарту То есть это такое Сопоставление Очень такое Ну по цене Достаточно большое И ты покупаешь Эти эклеры И радуешься Делаешь селфи Выкладываешь в инстаграм Приходят следующие Едят эти эклеры И там вообще не происходит Ну как бы там Проискусство Но эклеры Хорошо работают И это как бы модель И это нормально Да Просто люди умеют Правильно Расставить акценты Вывести человека На определенную Болевую точку И получить с него Определенный донейшн Дальше мы говорим Про модель Art Shop It И возвращаемся К теме шоппинга Любой западный музей Проведя вас По экспозиции Выведет вас Не к гардеробу Не к туалету А только в магазин Причем это будет Не музейный магазин Это будет музейный Гипермаркет Площадь которого Вероятнее всего Будет больше Чем Сама экспозиция Которую вы посмотрели И это Ну это тоже модель И когда вы приходите В этот гипермаркет Вы понимаете Что 15% Там товара Связанного С музейной коллекцией 15% Какой-то Лабуды С Алиэкспресса Которую хватают дети И остальное Какие-то сопутствующие товары Которые вообще К музею Не имеют отношения Но тем не менее Создается ощущение Вау Тут надо вообще Корзину набрать И как бы Оставить там Много-много денег И что в общем-то Прекрасно В этих магазинах То что Есть еще Дополнительные сервисы Опять же За дополнительные деньги То есть Ты можешь себе Распечатать Какой-то баннер Или постер Или холл Прямо там На машине На какой-то специальной Еще там интерактивно Позабавившись Вы купили Вы купили тяжелый альбом По искусству Мы вам его отправим В любую точку мира Вообще Только закажи Мы сейчас Организуем доставку То есть Все эти сопутствующие сервисы Опять заставляют тебя Тратить Потому что тебе Ну как бы Предлагают Очень классную Услугу Вместе с классным Уфа Вот как бы Национальная галерея Лондона Она Картину Ван Гога Ну по-моему В принципе Как бы Изнасиловала По полной Ну я не побоюсь Этого слова То есть Я специально Эту подборку Отфотографировала Это мои личные фотографии Потому что Ну когда Крем Лосьон Носки Палочка для Плохо идущего Очки Все С подсолнухами Мне их стало жалко Ну ребята Клиент платит рублем Он готов Ему хочется Крем С подсолнухами Мне хочется Крем Там Розовая роза Да И он берет И пусть берет Музей от этого выиграет Дальше идем в Третьяковку Пилочки для ногтей С утром Сосновым баром Не знаю Рад был бы ли художник Но слушайте Как бы Ну на грани Да Ну люди берут И там пачками Это лежит И как бы Ну Или аромат Да Цена тоже примерно По цене Французского парфюма Бабушкин сад Или Утро в сосновом бару Никто там не обещал вам Очень вкусного Приятного запаха Но тем не менее Вот есть Есть на это Свой клиент Реально есть И почему Это имеет место быть Да Это такой же Как бы Такая же коммерческая модель И так же может быть успешно Музей еврейский Музей еврейский в Берлине Когда нет Никаконкретных Каких-то экспонатов Да Есть просто Еврейская идентичность О которой мы говорим То здесь уже В ход включается Фантазия Это желтые уточки Которые в Берлине Это такой Типа символ Который продают В разных-разных Образах В данном случае Да В еврейском Таком амплуа И салфеточки Сто процентов Кошерные Значит берем Либо Когда используется Архитектура здания Еврейский музей Он построен В форме Такой ломаной Такой строгой Ломаной линии И вот эта ломаная линия Она повторяется На всех сувенирах Начиная от магнитов И значков Заканчивая там Футболками И так далее Это достаточно символичная Штука Но тем не менее Когда нет экспонатов И нечего как бы Продавать Мы продаем образы Продаем архитектуру Продаем идентичность И что-то другое Китайские музеи Идут гораздо дальше Они считают Что иметь свой магазин Ну это как бы так Между делом Иметь свой магазин На интернет-площадке Это тоже между делом Нужно иметь Свой магазин На ведущем Маркетплейсе Тэмол Это Сайт Который агрегирует Торговлю Различными товарами Который Принадлежит концерну Алибаба И Это аналог Нашего Я не знаю Там Азона Вайлдборис И так далее То есть Любой музейный сувенир Можно купить там И они считают Что если Мой сувенир Не достигает Человека На другом конце планеты Так как бы Это и не модель Коммерческая Мы не можем Тогда хорошо зарабатывать Поэтому Национальный музей Китая В 2018 Продал сувенирные продукции На 8 миллиардов рублей Вздумайтесь Об этой 8 миллиардов рублей Музейной сувенирки Третьяковка В тот год Продала на миллиард Но миллиард Это общий доход Который Включает еще цену Билетов входных А билеты входные Это львиная доля То есть Я так могу предположить Что где-то Треть Этого бюджета Это сувенирка Допустим Посещаемость у них 8 миллионов человек в год То есть Средний чек Если мы посчитаем Это где-то Одна тысяча рублей Это достаточно много Для музейного сувенира И это определенная модель Здесь конечно Надо говорить еще о том Что китайское правительство Очень сильно поддерживает Музейный сектор Вы знаете Что китайцы До сих пор живут Пятилетками Так вот Последняя пятилетка Тринадцатая пятилетка Которая была С 2016 года По 21 Китайское правительство Сила И подумала Так ребята Нам нужно создать Десять научных Следовательских центров Которые будут Только заниматься Музейной сувенирной продукцией Да На минуточку Нам нужно создать 50 предприятий С оборотом В миллион евро Которые будут Эту продукцию Производить И мы еще запустим Систему грантов И международных конкурсов Когда к нам придут Картье Луи Вьютон Все люксовые бренды И будут еще Коллаборироваться С нашими музеями Чтобы мы еще Продавали на запад Им туда-обратно Все в два раза дороже То есть там На уровне государства Поддержка просто Музейной сувенирной деятельности Колоссальная И это тоже Определенная модель Которая помогает Развиваться Идем дальше Я немножко говорила О государственных музеях А что делать Если музей частный Казалось бы Денег Завались Не нужно думать о том Когда Как привлечь Донейшн Как сувениры продавать У нас есть Какой-то благотворитель Который нас содержит И мы прекрасно живем Хороший пример Велкам-центра В центре Лондона Это музей Который посвящен Медицине Анатомии Изобразительному искусству Который полностью Финансово Содержится Велкам-траст Это фонд Который был учрежден Генри Велкамом Известным Фармацевтическим Магнатом Так вот В приватной разговоре С сотрудником Этого центра Он сказал Знаете Когда мы открылись К нам никто вообще не приходил Ну как бы вообще за пара То есть мы открылись Мы бесплатно У нас укрут Но к нам никто не приходил Потому что вокруг В центре Лондона Лучшие музеи мира И конкуренция бешеная Люди шли туда Ну мы посидели Устроили мозговой штурм И мы решили Что мы тут на районе Создадим лучший Книжный магазин На первом этаже А на втором этаже Создадим Лучшее кафе И короче Люди сначала Начали приходить в кафе Потом в книжный магазин А потом только в музей И сейчас Велкам-центр Принимает В год Миллион посетителей Которые ну вот так же Таким же путем Поднимаются От кафе до музея И их эта модель устраивает Они считают Что они супер успешные Мы выиграли Этот конкурентный бой Мы значит Запустили туда народ И потом этот народ В этом же магазине Оставляют уже деньги И так далее То есть модели Может быть совершенно разные И здесь возникает вопрос Про устойчивое развитие Если вы знаете Устойчивое развитие Это такое развитие Когда Мы тратим Ресурсы планеты Земля Удовлетворяяя Свои потребности Давая возможность Следующим поколениям Так же Спокойно Тратить их И не в ущерб Будущим поколениям По сути мы живем И В 2016 году ООН Приняло 17 целей Устойчивого развития Поднимите пожалуйста руку Кто-нибудь в курсе Вот про эту тему Ну да Есть люди Но есть те Кто не знают Так вот Эти 17 целей Устойчивого развития Ну так если Глобально не вникать В суть Есть три больших блока Которым они посвящены Чтобы в мире было Экономическое Некое благополучие Чтобы в мире Было некое Социальное благополучие И экологическое Три таких блока Да Социалка Экономика И экология И вот ООН приняло 180 стран подписало Что мы тоже за эти цели Вообще круто Давайте так будем жить Россия в том числе И как только страна Подписывает Эти цели Соответственно Все эти цели Должны спуститься На уровни ниже Сначала там На оригинальные уровни Потом там Для уровня организации Потом до уровня Физических людей Индивидуев Которые должны жить В соответствии С этими целями Ну в смысле там Бутылки разделять Пластик сдавать Там музей ходить И так далее Так вот здесь возникает История про то Что музеи Как раз Очень четко Ложатся В три вот этих Основных блока Цели устойчивого развития И первый экономический Да Блок Задает нам вопрос А как нам жить Если например Завтра государство Не будет датировать музеи А как жить Если благотворитель Не будет вливать деньги Если не будет донейшена Если не будет продаваться Сувениры Ну нужны же будут Откуда-то Ну нужны будут Деньги на существование Как жить И мы понимаем Что сегодня Страна живет Совершенно без длинных взглядов То есть мы живем От выборов до выборов На максимум пять лет То есть если кого-то спросить Какой твой вообще Жизненный план На ближайшие десять лет Чего десять лет Я вообще не знаю Где я буду завтра То есть как бы Длинных взглядов нет А у музеев В общем-то тоже Очень часто Планы сформированы Там дай бог На год-три Так вот Чтобы эти длинные взгляды Существовали И длинное развитие Происходило Нужны деньги Нужно устойчивое развитие И в этом случае К нам приходят На помощь Эндаументы Это фонды целевого капитала Самый яркий Пример эндаумента Это Нобелевский фонд Ну все про него знают Принцип фонда какой Нобель сто лет назад Оставил 30 миллионов крон Через сто лет Эти деньги были успешно Вложены в управляющие компании И получилось уже 30 миллиардов крон То есть эти деньги работают Соответственно фонд процветает И люди получают гранты И нобелевские премии Классная схема Музеи и образовательные учреждения Решили Нам тоже нужны Эндаументы Нам нужен какой-то Стартовый капитал Который мы куда-то вложим И до процента Будем либо жить Либо будем их копить На черный день Примерно схема Понятно? Да? Объясняю Хорошо Так вот Самые крупные эндаументы Сегодня Безусловно Сконцентрированы В Соединенных Штатах Америки Метрополитен музей 4 миллиарда долларов Эндаумент фонд Если эти деньги вложить На проценты Можно хорошо жить Безбедно много-много лет Смитсоньевский институт Это институт Который под своим зонтиком Содержит много-много-много Разных интересных музеев У них есть более 600 Эндаументов Которые Объемом Полтора миллиарда долларов Музей Лувр в Абудаби Кто-нибудь знает Что есть Лувр в Абудаби? Замечательно Лувр в Абудаби Ну, то есть Абудаби решила Что они хотят иметь Свой Лувр И они такие Говорят настоящему Лувру Ребята, мы вам сейчас Дадим денег Вы положите в эндаумент Будете жить вообще Офигенно классно Много-много лет Но за это Вы нам дадите свой бренд До 37-го года И картиночек Еще дадите Чтобы мы экспонировали Франция встала на уши Эксперты Говорили, что Франция не продается Ну, ничего Продается Лувр в Абудаби Работает Эндаумент в Париже Шикарно там развивается Кстати, очень классная Архитектура в Абудаби Посмотрите Погуглите Вообще шикарно Музей Эрмитаж Мой любимый Я сегодня утром там Выступала на круглом столе Посвященном туризму В Зуме Так вот Как-то много сегодня Таких лекций У них 6 миллионов долларов Ну, чуть поменьше Но уже как бы прилично Да Еврейский центр толерантности В Москве Шикарное здание Будете в Москве Вот это Прямо вот Именно туда сходите Это просто Офигительная Архитектура Его проектировала Одно из лучших В мире Дизайнерских бюро Ральфа Бельбаум Которые Больше 700 музеев В мире запроектировали То есть Место, в которое Просто нужно сходить И посмотреть Вообще Как бывает За гала-вечер Русская олигархия Еврейского происхождения 4,5 миллиона долларов Собрала Они положили на фонд Райфайзинг-банк управляет Хорошо живут И классный Такой региональный Пример Прям Я вообще Трогательный музей В Рубеле в Омске 3 миллиона Они где-то там Собирали по своим Местным товарищам Фонд Патанина Им еще 5 подарил У них сейчас 8 миллионов рублей 500 тысяч рублей В год Они процентов имеют Небольшая сумма Но приятная Для маленького Регионального музея И я думаю Что они будут Этот свой Эндаумент развивать Это то Что касается Длинных взглядов И экономической Составляющей Цели устойчивого развития Дальше идем По социалке Музей очень четко Как раз За счет своего Наследия За счет своих Произведений Ложатся в линию Социалки По целям устойчивого Развития И здесь Конечно Стоит говорить О той стратегии Без которой Сегодня ни один музей Уже не может жить Это так называемая EDI стратегия По-английски Equality Diversity Inclusion Равноправие Разнообразие И инклюзия И здесь Как раз Речь идет о том Когда В Европу После арабской весны Мы с вами увидели Огромный приток Людей Мигрантов Беженцев То есть Например В среднем Германия Принимала По обычным программам 200 тысяч Беженцев В год И когда Хлынула Арабская весна Такой поток Составил Около Двух миллионов Госсистема Перестала справляться И только НКО И музей И образовательные Учреждения Смогли приспособиться И как-то Начать задействовать Этих людей Появилась новая Терминология Нельзя было Сказать Что Давайте Интегрируем Мигрантов В нашу Германскую Культуру Появилось Слово Пратисипаторный Такое Участие Потому что Невозможно Одну культуру В другую Просто взять И интегрировать Перестало Правильным Говорить Слово Мигрант Появилось Слово Ньюкомер Это Новый Прибывший То есть Появилась Целая Такая Культура И Здесь Я привожу Пример Берлинского Музея Музей Пергамон У которого Есть Исламские Коллекции Где Они Предоставили Людям С Мигрантским Бэграундом Возможность Быть Экскурсоводами По тем Экспозициям Которые Связаны С их Культурой С их Традициями С их Наследием Из-за Эти экскурсии Им платят К ним Приходят И Этот проект Называется Мультаха Он Дословно С арабского Места встречи То есть Музей Как место встречи Такая Культурная Площадка И он Настолько Стал Успешным Что Уже Есть Мультаха В Лувре И в Нескольких Других Городах Европы Я Лично Была На такой Экскурсии Это Действительно Такой Очень Интересный Культурный Опыт И Очень Такая Необычная Форма И Еще Один Момент Когда Культура Говорит Громко О социальных Проектах Мы Видим В США Как На Большом Большом Здании На Колоннах Были Размешены 2400 Спасательных Жилетов На Которых Беженцы Из Сирии Через Море Переплывали Чтобы Не Умереть И Чтобы Выжить И Такая Огромная Социальная Акция Которая Просто Призвала Людей Подумать О том Что Происходит Сегодня И В России Проблемой Мигрантов Очень активно Занимается Музей Гараж Они такие Передовики У них Много Разных Программ Вариантов Я думаю Что Эта Тема Будет Развиваться Очень активно Дальше В регионах И Кстати Если У нас Представление Что Мигрант Это Человек С лопатой Приехавший Из Таджикистана Работать То Та Ситуация Которая Случилась В Европе Когда Приезжали Очень образованные Люди Целыми Семьями Врачи Юристы Они Без языка Без работы Без всего Оказывались На улице Это была Целая Катастрофа И то Как Музеи Культурные Учреждения Помогли Им Адаптироваться И придумали Новые Модели Взаимодействия Это Дорогого Стоит И Также Хотелось Бы Сказать В социалку Про Некий Новый Термин Cultural Well Being Такое Культурное Благополучие После Участия После Взаимодействия С культурой То есть Все исследования Говорят о том Что музей И вообще Искусство Оно положительно Влияет на Людей И В Канаде Например Врачи Прописывают В полном Серьезе Прописывают Билет в музей Людям Как рецепт От депрессии И Мы видим Что Вот это Взаимодействие С культурой Оно настолько Активное Что Европейский Парламент Ему были даны Рекомендации Чтобы В школьную Программу Включили Именно Предмет По Cultural Wellbeing Это Совсем Отличается Принципиально Отличается От нашего МХК То есть Не как Изучать Картины Произведения И так далее Историю А то Как вообще С этим жить Как это Использовать И Пользоваться Этим Как инструментом И Как раз Наш музей Мне кажется Очень хорошо Один из Примеров Я сегодня Не буду много Говорить Про наш музей Но тем не менее Один из Примеров Как сегодня Мы работаем С людьми С ограниченными Возможностями Если Десять лет Назад Доступная Среда Инклюзия Считалась Только Пандусом У входа То сегодня Мы Достаточно Успешно Работаем С людьми С ограничениями По зрению С ограничениями По слуху С людьми С ментальными Особенностями С людьми С физическими Особенностями То есть Разные Целевые Группы Они требуют Разного Подхода И сегодня Не так давно У нас Открылось Такое Пространство Сенсорная Комната Это место Где можно Отдохнуть Перезагрузиться Отвлечься И Повзаимодействовать Различными Сенсорными Модулями Это Тактильные Модули Это Модули Направленные На людей Визуалов Это Модули Направленные На людей Удеалов И Это Такое Место Где Можно Просто Вообще Как бы Немножечко Отвлечься От Нашего Суетного Мира Но Для нас Было Важным Сделать Его Не В отрыве От Музейного Пространства Поэтому Часть Декора И Дизайна Пространства В этом Пространстве Было Использовано Произведение Карельских Художников И Нам радостно Что Нам удалось Такую Сделать Коллаборацию Дизайна Художественного Изобразительного Искусства И Таких Современных Тактильных Модулей Которые Позволяют Просто Людям По-другому Почувствовать Справа Вы видите Картинку Которую Изначально Проектировали Дизайнеры И Слева Вы видите То, Что Получилось Мы Называем Этот Метод Умным Дизайном Когда То, Что Мы Планировали Получилось Практически В 100% Таком же Экология Так Вот Про Экологию Сегодня Музеи Говорят Очень Громко Очень Круто Это Те Институции Которые Могут Экологическую Повестку Дня Выносить Очень Очень Остро Шикарная Была Выставка Два Года Назад В Лондоне В музее Виктория Альберта Fashion From Nature То Дословно Мода Вышедшая Из Природы И Такой Большой Путь Который Рассказывает Нам О том Как Природа Изначально Вдохновляла Человека На создание Каких-то Модных Образов Как Человек Насиловал Эту Природу Например Ради Платья Какой-нибудь Дамы Могли Убить 5 тысяч Жучков Чтобы Какие-то Сверкающие Элементы На этом Платье Появились И Заканчивается Это Все Тем Что Обращается Внимание На то Что Сегодня Индустрия Мода Это Одна Из самых Грязных Отраслей В мире Она Ходит В топ 5 Грязных Отраслей Наравне С нефтяной Помышленностью И На выставке В итоге Поднимается Экологическая Повестка И мы Видим Платье Эммы Уотсон Который Сделал Кельвин Клайн Из Переработанных Пластиковых Бутылок Она Идет На красной Ковровой Дорожке На каком-то Мероприятии Важном И Обращают И второй Яркий Пример Это Выставка В прошлом Году В гараже В Москве Экология Как новая Политика Когда Мы с вами Называем Остров Грязного Пластика Который Плавает Посреди Океана Уже Седьмым Континентом И когда Через Художественные Методы Нам говорят О том Что Посмотрите Что будет Вообще С людьми Будут Какие-то Рождаться Дети Неправильные Мы Просто Все Мутируем И нужно Об этом Такие выставки Это порой Гораздо Мощнее Чем любые Ролики Роспотребнадзора Про то Что надо Бутылочки Там Сортировать Поэтому Сегодня Музеи Очень четко Экологическую Повестку Могут И умеют Подчеркивать Ну и Несмотря На то Что Что бы В этом мире Не случилось Какой бы Турбулентный Он не был Какие бы Черные Лебеди На нашем Пути С вами Не встречались Все равно Я считаю Что Те коллекции Те предметы Дальнейшая Будущая Дальнейшая Экспозиция Но просто Мы каждый год Пытаемся Найти новые Формы И форматы Чтобы вам Прежде всего Молодым Современным Кто видит Много всего Вокруг Было интересно Ходить в музей Поэтому В этом году Мы Реализовали Большой Международный Проект По программе Приграничного Сотрудничества И в музее Петрозаводский На площади Кирова Открыли большую Экспозицию Посвященную Посакалевала Сегодня Анита Ольгертовна Очень много говорила Про бренд Тамара Юфа И как раз Тамара Юфа Представлена Накаливали Очень Достаточно Широко И Это новое Прочтение Современное Но оно Погружает Нас тот Золотой фонд Карельской Живописи Графики Который Хранит наш Музей И Это И Инсталляции Это И Какие-то Необычные Пространства Зал Яйцо Например Это Ируно-певческий Лес Это И запахи Калевалы Это И музыкальные Инструменты Это Река Смерти Это Новое Пространство Которое Просто Нужно Прийти И Попробовать На вкус На Цвет На Ощупь На Взуальное Какое-то Восприятие И Вы знаете Вкаливали Все Искали Мельницу Сампа Все За Нью Боролись Мельница Сампа Это Такой Символ Не Только Материального Благополучия Но И Символ Духовного Богатства Я Хочу Вам За Поиском Своей Мельницы Сампа Которая Былала Вас Культурно Богатыми Духовно Счастливыми И Просто Хорошими Людьми В нашем Музее Такая Мельница Сампа Есть Приходите Пожалуйста Я думаю Что Вы Будете Приятно Удивлены Мои Контакты На Экране Готова К Сотрудничеству Благодарю За Внимание Спасибо Просто Песня